Православные верующие отметили преображение Господне. В народной традиции этот праздник также называют яблочным спасом. В этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня уже можно есть. В Люберцах служба традиционно состоялась в храме преображения Господня. Летний православный праздник, яблочный спас, это один из трех спасов, отмечаемых в августе. Он символизирует окончание лета и приближение осени. По случаю престольного праздника в Люберцском храме преображения прошла торжественная литургия. Сказал вам силу и пришествие Господа нашего. В священный день храм посетил глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий и лично поздравил прихожан. Я вас с этим поздравляю. Вы знаете, так уж на Руси повелось, что даже где-то в глубокой деревушке, если есть храм, там есть престольный праздник. У нас в Люберцах все-таки большой город. Много жителей в нашем городе. И вы знаете, вот как-то последние годы вместе с храмом, который был вместе с вами построен, мы тоже стремимся к преображению. Празднованием преображения Господня церковь исповедует соединение во Христе двух начал – человеческого и божественного. Священнослужители в этот день надевают белое облачение, символизирующие божественный свет, исходившее от спасителя на горе Фавор. Мы ходим в церковь, потом, если есть возможность, кто-то причащается, а потом отмечаем дома, освящаем фрукты, освящаем яблоки, виноград, персики, накрываем стол, поздравляем друг друга. Особенно сейчас есть возможность такая, по отцапу друзья друг друга поздравляют. И дома накрываем стол, поздравляем друг друга. По преданиям, если в преображении Господня дожди, осенняя пора встретит нас с холодными ливнями. А вот если и на яблочный спа стояла солнечная и сухая погода, то и осень к нам придет теплый и ясный. Ну что ж, сентябрь совсем близко, сравним прогнозы синоптиков и народные приметы. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.